Всем привет, всем здравствуйте! Оля из Тампири, из Финляндии. Я нахожусь вот в таком магазине, конечно, отсюда, без покупок не уйти. И вы посмотрите, у входа сразу мороженое. Пломбир, мой любимый пломбир, вот в такой вафельной коробочке. Ой, хочу, умираю. Но буду снимать вам видео, конечно, хочется показать продукты. И многие продукты по русским рецептам сделаны. Например, квашеная капуста, наши любимые бычковые соленые огурцы. У меня сейчас слюна потечет, сразу захотелось капусты. Ну и есть еда вот такая. Да, конечно, этот магазин находится в Херванта. Здесь много иммигрантов, и они покупают, вот, например, рис в такой большой упаковке. Это для них, как говорится, нормально. Есть, вот, как говорится, и побольше, и поменьше. И точно так же канистра вот такого масла. Ну да, почему нет? Я думаю, что с удовольствием кто-то придет, купит, разольет по маленьким бутылочкам. И будьте любезны, 11,90 стоит вот эта канистра с маслом. Ну и просрочек никаких нет. Пожалуйста, не пишите ерунду. В Финляндии невозможно продавать просрочку, переклеенные этикетки и так далее. Вся продукция Прима. И хороший пример после прошлого видео. Один мужчина пришел с большой сумкой от Икея и накупил продуктов в полную сумку. И писал, Ольга, большое спасибо. В жизни не знал, что вот такой магазин есть. Я, конечно, всегда пытаюсь показывать что-то вот такое. Ну и продуктов много. Вот, например, сало. В прошлый раз я купила два куска. И я всегда рассказываю честно, что понравилось, что не понравилось. К салу претензий нет. И я люблю сало вот такое, где нету лаврушки, какого-то черного или красного перца. Сало должно пахнуть салом. Ну и есть продукты вот такие, как корейская морковка или морская капуста. Конечно, финны в жизни такой не ели и вряд ли будут есть. Но, опять же, всегда можно купить на попробовать. Точно так же ливерная колбаса. Да, когда я жила в Ленинграде, она была такого зеленого цвета, эта колбаса. Многие обожают этот ливер. Но, опять же, всегда можно купить на попробовать. Я всегда за это. И в прошлый раз я купила вот такой хрен. Да, он такой жидковатый. Вот за прошлый раз я покупала в баночке. Он был более ядреный. Но цена евро 75, никакой не дорогой. То есть, конечно, если хрен вас интересует, вот, как говорится, будьте любезны на любой вкус. Плюс есть в баночке, есть вот такой более жидкий. Ну, и цены написаны и по-русски, и по-фински. И в этом магазине девочки такие профессионалы. Они подойдут, вам помогут. Если вы что-то ищете или вы не знаете, как это называется, спрашивайте. Девочки помогут, никакая не проблема. Девочки говорят по-русски, по-фински, по-английски. То есть, всё, всё, как мы любим. Ну, и, например, вот такой сырок. Это у нас наверняка какой-нибудь прибалтийский. Я даже, видите, такое и не знаю. Вот вижу первый раз. Ну, здорово, что всегда есть что-то новое. Я никогда не ухожу из этого магазина без покупок. Хоть бы как бы не было. И вот, пожалуйста, крабовые есть и палочки, и колбаса. Если вы, как говорится, салат делаете из крабовых палочек, я думаю, что это любовь наша. Почему бы нет? И, честно говорю, вот такие сосиски, вернее, такие колбаски можно купить и кинуть в морозилку. Если варите солянку, вот такую колбасоньку можно покрошить в солянку для этого вкуса. Не обязательно покупать ветчину или что-то в этом духе. Всегда будет вот такая натуральная солянка. Да, конечно, эта колбаска просто шик, блеск, красота. Ну, и вкусняшки. Народ вкусняшек, море, вагон и маленькая тележка. Здесь цена за упаковку и за килограмм. То есть вы можете всегда прицениться. Дорого, дешево. И, например, вот здесь заварные у нас эклеры. Сколько этих эклеров? Шесть штучек, да? 8,55 и 360 грамм. Ну, прекрасно. Как раз вот на компанию, если к кофейку вы хотите эклеров. И финны называют эклеры койранлу. То есть собачья кость. Если вы такое слышите, не пугайтесь. Это вам не собачья кость предлагают, а эклеры. И, например, вот это я показывала в прошлый раз. И многие написали, Оля, это наша эстонская. Очень советую, очень вкусная. Ну, да, почему нет? Мы тоже хотим что-то к кофе купить. И тулиха тут у нас 120 грамм. 3,25. Ну, супер. В прошлый раз я покупала вот такие блинчики с мясом. Блинчики съели. Претензий к блинчикам нету. Блинчики ушли у нас на ура. И я купила пельмени. И потом я купила себе с вишней. Как они называются? Забыла. Ну, не важно. И вот эти сырки тоже сколько раз я пыталась, как говорится, купить. Все время иду мимо сырков и глотаю слюну. И вот, например, эти пельмени под водочку мы покупали позапрошлый раз. А я покупала себе с вишней. Ну, и вот здесь, пожалуйста, будьте написаны. Московские пельмени 6,35 и здесь 900 грамм. И куриные пельмени понравились мне, но не понравились моей семье. Вот, стихами заговорила. То есть моя семья более мясная. Ну, вот мне понравились куриные пельмени. Неплохие, неплохие. И я взяла с вишней себе вкусняшку. Мне хватило на два раза. Много замороженной рыбы. Вот здесь, будьте любезны, упаковочка побольше, поменьше. Прямо медальонками я тут смотрю. Есть замороженная. Но это тоже супер, вот если рыбу вы хотите здесь есть, как говорится, уже вот такими большими и маленькими упаковками. Вот эти медальонки мне нравятся, если вы в целую рыбину не хотите покупать. И видите, блинчики есть с мясом, с картошкой, картошка с грибами и творог. Ну, всегда здорово, да. И здесь у нас вот с картошкой вареники 6,95 и здесь у нас килограмм. Да, здорово, здорово вареники. А я купила вот такие, 500 грамм, 3,55 с вишней. Тоже очень вкусно. Я ела их одна, моя семья такое не ест. В прошлый раз я покупала майонез. Да, к майонезу тоже претензий нету. Майонез съели. Конечно, много раз хочется что-то вот такое еще вкусненькое купить. Но хочется, перехочется. И много раз задают вопрос. Оля пыталась найти вот действительно какие-то продукты. Да, конечно, эти полки есть. Вот такой майонез я тоже покупала. Например, мечта хозяйки бывает иногда в сети маркете. Но народ тоже раскупает. И многие спрашивали творог. Да, конечно, майтурахка называется по-фински. Можно купить и обыкновенные, если сырники делаете. Ну, здесь есть вот натуральный творог, если действительно вы хотите. Вот сырников, как из детства. И в этом магазине есть то, что нет в других магазинах. Вот про что я всегда говорю. И здесь есть вот такое. Я даже не знаю, народ, что это. Я вот на таком языке точно прочитать не умею. Но так как в Херванта живет много иностранцев, конечно, да, они придут и купят этот товар, как говорится, для них. И вот эти салфетки для лица, для макияжа, убирать макияж. Нужно будет в следующий раз попробовать евро 39. И здесь 25 штук. Ну, просто здорово, просто здорово. Конечно, этот магазин без конца, без края. И вот, пожалуйста, хозяйственное мыло. Кто у меня только что спрашивал, Оля, где купить хозяйственное мыло? Вот, как говорится, будьте любезны. Вот такой Кусман можно купить. И стоит 200 грамм евро 85. Ну, действительно, если без хозяйственного мыла выжить не можете, вот хозяйственное мыло. И здесь у нас дегтярное. А вот это тоже я прочитать не умею. Ну, здесь написано Илмарайкастин, то есть освежитель воздуха. Ну, видите, как говорится, всегда суперски, что есть надпись. И у нас дегтярное мыло 2 евро 5 центов. Да, конечно, здорово. И здесь еще есть жидкое мыло, если вы, например, моете руки или моете что-то другое. Я люблю всегда вот такое мыло открыть упаковку и положить среди полотенец. Так делала моя мама, когда я жила в Ленинграде. И я делаю точно так же, я думаю, многие делают. Это вот действительно наша система. Ну, и много действительно вот такого. Ну, да, почему бы и нет. Вот и красочка для волос, и красочка для бороды. И, как говорится, будьте любезны. И есть парфюм, который не содержит алкоголя. И вот, пожалуйста, дегтярное жидкое мыло тоже присутствует. Стоит 2 евро 85 центов. И народ, перекись водорода. Вот такую штучку мне тоже нужно купить. Перекись водорода стоит евро 85. Вот такую надо мне. Да, в прошлый раз я мазала свою шею. Хотя мазать нельзя было, но она не заживала и чесалась. Поэтому перекись водорода, конечно, это такое дело. Она должна быть, мне кажется, в каждом доме. Ну, а как без перекиси водорода? То есть, конечно, есть вот такие масла. Посмотрите, народ, какое масло для волос. 6,95 стоит 200 грамм. Ну, почему бы не купить? Да, если, например, сухие кончики секутся, вот таким маслом можно всегда делать. Элью Хойту, как говорят финны, вот такую баню, чтобы попитать эти волосы. Это всегда здорово. И на первой полке много всего. Я вот как-то даже забыла нагнуться. Нужно будет показать, что там. И я удивилась. Я всегда думала, что хна у нас только вот эта оранжевая, как говорится, красная. Нет, вот есть хна безцветная, оказывается. Вот век живи, век учись. И хна есть черная. Ну, да, это, наверное, более вот такая азиатская штука. Ну, посмотрите, черная хна. Вау, вот действительно. Муштаген на 4,50. И красная 6,95. Вот такую я знаю, потому что многие красят, чтобы был вот этот рыжий оттенок. И здесь есть вот парфюм для мусульман, которые не могут пользоваться парфюмом с алкоголем. Ну, вот все, как говорится, и тестеры, и все, что вы хотите. Ну, а когда я вижу тройной одеколон, я, конечно, вспоминаю времена. Жития в Ленинграде 2,45 стоит вот этот тройной одеколоном. Да, конечно, много раз его не отпускали, потому что люди пили вот этот тройной одеколон. Ну, и бархатные ручки – самый, наверное, хороший крем для рук. Мне презентовали упаковочку. Я благодарна. Как говорится, вот опять никогда не знаешь, что тебе понадобится. Ну, я всегда радуюсь, если мне кто-то что-то дарит. Кладу, плюшка, кладу все на полочку. Иногда забываю. Ну, потом хорошо достать. Этот крем у нас из Вильнюса. Стоит 3,55. И здесь, пожалуйста, кому мило. Это ромашка, алоэ вера с оливками. Все, что душеньки угодно. Кстати, вот такой крем тоже можно штучку будет купить. На, попробовать. Здесь у нас крем, как для меня, для девочки 55+. И это у нас Мертвое море косметика. Ну, это, мне кажется, очень хорошего качества должна быть. 8,55 стоит. И у нас это из Эстонии. Ну, вы видите, как всегда можно прочитать, потому что есть бумажка. И вот эта чистая линия. Когда ездили в Выборг или в Питер, я всегда покупала. Мне безумно нравится. И в прошлый раз я говорила, и в этот раз повторяю. Вот, пожалуйста, репейное масло. Кто спрашивал, репейное масло стоит 3,85 евро. Наносите на пробор, где чешется перхоть и так далее, зуд. Делаете обыкновенный массаж. Надеваете полиэтиленовый пакет. Полчаса посидели и моете голову, как обычно. Да, конечно, репейное масло самое хорошее. Ну, и здесь у нас детский крем и все, что мы любим. И, например, вот эти бальзамы не продаются ни в Ситимаркете, ни в Призме, ни в Лиддл. Здесь у нас перт, красный перец. А здесь у нас чеснок и лук. Ну, да, вот, как говорится, первая медицинская помощь. Если есть какие-то боли, вот такой бальзам. Натереть спину и завязать платком. Завтра ты встанешь, как огурчик. Да, конечно, много здесь вот такого, чего вы не найдете в других магазинах. И посмотрите, вот это у них новинка. Тоже здоровско. 7,95, например. Если какое-то растяжение, вот этим кремом тоже можно намазать. Ну, я считаю, что здоровски. И мне был задан вопрос про горчичники. Народ, горчичники есть. Вот, пожалуйста, никакой не дефицит. 10 штучек вот в этой упаковке. Так что, пожалуйста, горчичники есть. Хоть несколько штук вы можете купить. И вот из этой коробочки мне тоже что-то хочется. Что у нас здесь? Вот, пожалуйста, касторовое масло. Тоже кто-то спрашивал для ресниц. Хочет мазать ресницы касторовым маслом. Ну, да, почему не начать мазать? Масло чайного дерева, да, я тоже покупала. Для лица очень здорово. Ну, и я, конечно... Так, здесь у нас мята. Мята не подходит мне. Что у нас с этой стороны? Очень много всего, видите, у меня разбегаются глаза. Так, это прополис. Но прополис тоже хорошо, если какие-то трещины. Вот, например, у рта много раз трещины. Это всегда здорово. Но вот это я не знаю, это что такое. Но мне нужен йод. Вот йод есть на спиртном растворе 5%. Вот йод нужен мне. Мне был оставлен коммент, когда я показываю, когда я удаляю папилломы с шеи. Дама написала, Оля, мажьте йодом. Вот как раз эта точка заживет просто как на собаке. Да, вот йод мне тоже нужно купить. Ну, и после этого мы пришли в приправы. Народ, я не могу удержаться. Мне хочется 10 пакетов купить хмели-сунели. Ну, нет, конечно, 10 я не куплю, но 3 штучки возьму точно. Я не знаю, я обожаю эту приправу хмели-сунели. Я ее добавляю везде и всюду. А так я приправами пользуюсь очень мало. То есть у меня есть приправа для мяса для рыбы, у меня есть укроп, у меня есть приправа для пиццы, соль обыкновенная, соль морская, соль розовая, ну и черный перец. Вот, как говорится, все приправы, у многих приправ 25 банок, у меня, к сожалению, нету, но лаврушку я еще добавляю, да. А так, конечно, много приправ я не покупаю, потому что я не успеваю ими пользоваться. И посмотрите, Сауренма, вот этот сырок, я помню, когда с Кеушкой были в Пярину, в СПА, вот эти головки сыра, конечно, это самая вкусняшка, вот этот эстонский сыр. Да, много раз, когда люди покупают, они думают, я вот угощу кого-то. Народ, если вы угощаете, рассказывайте, чем вы угощаете, потому что многие могут отказаться только из-за того, что такое они в жизни никогда не ели. И хороший пример. У меня был вот такой сыр косичкой один раз, люди смотрели, не знали, что это. Они думали, это вяленая курятина, когда я сказала, что это юшка, что это сыр. Да, всем очень понравилось под холодное пивко. Точно так, сулугуни, он, конечно, очень соленый сыр. То есть, давайте пробовать. Я всегда говорю, что пробовать можно. Если не понравились, взяли салфетку и выплюнули, никакая не проблема. И, честно говорю, вот эти сырки, как мне нравятся. Ну, я боюсь, что если я такого супа наварю из такого плавленого сырка, моя семья не поймёт. Ну, вот напишите, народ, варит ещё кто-то супчик из плавленого сырка. Ну, и все помнят мою эпопею с зелёными помидорами. Многие написали, Оль, ты не поверишь, пошла в магазин за зелёными помидорами. Уж так ты рассказывала про зелёные помидоры. Захотелось картухана и зелёных помидоров. Да, бывает иногда, вот хочется такого, думаешь, господи, нужно купить. Вот такой тирамису тоже нам хочется взять. Это тирамису итальянская. И мне был оставлен коммент, Оля, вот этот хлеб бородинский самый вкусный. Если хотите сделать квас, то есть корочки обрезаем, обжариваем. И вот, как говорится, из него квасок самое то. Большое спасибо, народ, кто пишет мне такие комментарии. Я всегда, как говорится, выписываю и рассказываю. Может быть, кто-то сейчас услышит первый раз про хлеб бородинский. Скажет, супер, сейчас наведу кваску и буду делать окрошку. Ну, и вот такую рыбу тоже, которую покупали несколько раз. Я, конечно, чищу своему мужу. Он такой чистить не умеет. И смотрит всегда вот на это так, знаете, как бы, да, с большими квадратными глазами. Но не отказывается, не отказывается, да. Гусочек два всегда положит в рот. И здесь есть наши любимые напитки. Здесь есть и тархун, и квас вот такой обыкновенный, пожалуйста. И есть квас тёмный. Квас есть как из бочки. Вот здесь, как говорится, будьте любезны. И есть квасок для окрошки. Конечно, летом окрошка это самое то. К сожалению, моя семья окрошку не ест. Или когда я её ем, мне нужно уходить на улицу. Потому что они смотрят на это всегда так, знаете, ой, неужели опять она ест вот такое. Ну и как пела шипокляк. Помните, тортик свеженький, шоколадненький. Вот точно так же тут. Мне, наверное, скоро нужно будет спеть. Вот такой тортик покупали в прошлый раз. И в этот раз тоже вот такой тортик нужно, конечно, нам в корзину кинуть. Вместе с приправами и вместе с тирами шоу. Если покупаете финнам в подарок, вот, например, зефир, тоже очень вкусно. Объясняйте, что там внутри. Потому что финны иногда имеют аллергию на ливатте, на желатин. И, конечно, если подарите, если не написано по-фински ни слова, могут, как говорится, взять, поблагодарить. Но есть не будут. Поэтому всегда я считаю, что лучше объяснить, что это такое. Ну и вафли, они и вафли. И здесь вот эти пряники. И я хочу сушек с маком. Ой, я хочу, сука, сушек с маком. Но я хочу маленьких, 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 маленьких. Да, я обожаю сушки с маком. Потом я люблю ромовую бабу. Я люблю александровское пирожное. Вот, как говорится, моя самая красота. Раньше я любила трубочки. Потом я переключилась на эклеры. То есть всегда вот как бы есть какие-то предпочтения. И я говорю своему, ой, посмотри, есть сок шиповника. Рузо, Мария, сироп вот такой. Он, конечно, зимой суперский. Если не хватка С витамина, чайную ложку вот такого сиропа. Это самое то. И конфеты есть. Купа, посмотри, говорю, окей, вот такие конфеты всегда привозили из Риги. И есть конфеты вот такие фасованные. Ой, мой. Взял конфеты, шоколадку Аленка. Я говорю, ты что, это самая шикарная шоколадка, что есть? Я говорю, положи обратно. Положи обратно. Вот фасованные есть конфетки. Как говорится, будьте любезны. И на конфетках всегда вот эта упаковка, что за конфеты. Ну, и этих рядов с едой и с банками. Ну, просто вот один, второй, третий, четвертый идешь без конца, без края. Варенье и клубники, мансика и кирсика, и черешня, и малина, и чего только нет. Вот, как говорится, будьте любезны из косточки и без косточки. Конечно, рыбные консервы тоже, вот, как говорится, любимы. Ну, и помните, шпроты в масле. Ну, это просто наша самая, вот, как говорится, любовь. Все, что любим мы. И много раз мне задают вопросы. Оля, почему этот магазин вот такой, более с русским наклоном? Ну, вы, народ, не забывайте, в Херванте живет столько эмигрантов. Конечно, да, люди приходят сюда купить, вот, например, вот такое. Ну, посмотрите, какая прелесть. Печень трески, чтобы сделать нашего любименького салатика, 3,95 печень трески стоит. Где ты найдешь печень трески? Нигде. То есть, вот только в этом магазине она продается. Вот эти паштеты, кстати, очень приличные. Я покупала гусиной вот этот паштет или утиной, не помню уже. Ну, цена вот такая, евро с копейками. Ну, это просто смех и грех. На белую булочку просто уходит на ура. Очень много всего. Я, конечно, общим планом покажу и вставлю в инфобокс плейлист продукты питания. Пожалуйста, заходите. И вот эти банки тоже в помощь, потому что есть и солянка, и борщ. И пришел, вот, как говорится, быстро заправил, если нужно быстро что-то съесть. И, я думаю, многие сейчас улыбнутся и скажут, Оля, ну, вы так рассказываете, что может действительно купить, на попробовать. Да, народ, всегда нужно взять штучку, на попробовать. Если неплохо, ничего страшного, как говорится, не разоритесь вы. Три евро стоит эта банка. Ну, и горошек у нас вот тут тоже всех, как говорится, цветов. И я хочу вот такое тоже купить, но не знаю, как выбрать. Здесь есть лечо, здесь есть с аджикой. И посмотрите, икра заморская баклажанная. Да, это точно. Вот, наверное, эту икру все сразу улыбнулись. И вспомнили, Иван Васильевич меняет профессию. Два подсигара, два магнитофона. Все нажито не под сильным трудом. Вот, действительно. Ну, и вот эта еда, наверное, знают все. Евро 65 стоит упаковка. Есть с мяском, есть с курицей. И вот эти тоже, кстати, вот такую соду нужно купить мне. Да, вот эту соду, упаковочку нужно мне купить. Так, кидаем в общую корзину. Кеюшка у меня носит корзинку, а я ему все кидаю. Что еще нужно купить? Евро 65 стоит эта сода. Недорого. Семечки я облизываюсь, прохожу мимо. Зубной врач мне запрещает есть семечки. Слишком дорогие зубья. А вот так я с общим планом показываю. Опять вот эти банки. Посмотрите, и рассольник, и чего только нету. Вот не знаю, кто-то говорил в прошлый раз, мне писал, что, Оля, вот эта гречневая каша лучше зеленая. Ну, вот я не знаю, мне чего-то как-то не очень. Мне нравится обыкновенная вот это, то, что ели и едем сейчас. Ну, вот кто-то написал, что она вроде как полезнее. Напишите, народ, это, как говорится, общее поверье, что зеленая гречка полезнее. Или просто, вот как говорится, реклама двигатель торговли. Ну, и здесь вот и солянка, и рассольник, и борщ, и всё, что вам, всё, что вашей душеньке угодно. 6,95 эта банка стоит. Ну, и огурцы есть и нарезанные, и не нарезанные, и побольше, и поменьше. И кто-то в прошлый раз спрашивал перловку, хотели сварить рассольник, и не нашли перловки. Народ, перловка в Финляндии есть, она никакой не дефицит. Вот, вы найдёте, переведите, как вот здесь, видите, написано перловка. Вот, пожалуйста, в этих пакетиках 5 штук, это упаковка, то есть всё есть. И куш-куш тоже. Ну, и когда я вот этот кисель смотрю, я помню, когда моя мама варила этот кисель, я хотела всё время от угла откусить, да. Этот кисель тоже, вот, как говорится, из нашего детства. Да, крупы есть, никакой не дефицит, сюда приезжайте. Всё вы, как говорится, купите. И мне нравится, что действительно девочки помогают, отвечают. В прошлый раз я спрашивала, подскажи, пожалуйста, вот это масло. Я хочу такое подсолнечное масло, которое пахнет жареными семечками. Я обожаю салат огурец, помидора. Немножко посолить и залить вот таким маслицем. Это моя самая вкусняшка, мне не надо ни майонеза, ничего. Не сметаны, я люблю вот с таким подсолнечным маслом. Ну, кто-то есть что-то другое. То есть всегда есть вот такие предпочтения. Ну, и эти красные помидорки тоже я показываю. В прошлый раз многие написали, Оль, вы так аппетитно всё рассказываете. Сейчас пойду наварю картухана и куплю красных помидоров. Да, действительно. Ну, и чай здесь, конечно, тоже большущий выбор. Я хочу купить старшему сыну зелёного чая. Он заваривать умеет зелёный чай. Он у нас в семье пьёт только один зелёный чай. Я не люблю. И многие, конечно, не умеют зелёный чай заваривать. Это своя традиция. Кипяток нужно остудить до определённого градуса, заливать, промывать и так далее. Я таким не занимаюсь. Мне зелёный чай не нравится. Ну, так как он путешествовал по всем этим странам, конечно, он научился пить зелёный чай. Ну, купим ему упаковочку вот с таким же сменом. Мне кажется, это самый вкусный. Вот такой рассыпной чай. Конечно, из пакетика тоже есть зелёный чай. Но это более, конечно, вот такой быстрый вариант. Купим ему хорошего зелёного чая. Чай, конечно, такая тоже система. Кто-то любит чёрный, кто-то хочет с фруктами, кто-то хочет ещё какой-то. Ну, и когда я первый раз озвучила, что Кею всё равно какой чай, главное, чтобы... Одна критерия должна быть к этому пакетику. Должна быть ниточка. Вот если ниточка есть, Кеюшка любит этот чай. И посмотрите, цикорий тоже есть. Вот, пожалуйста, 3,95. В прошлый раз был задан вопрос. Оля, вы не показали цикорий. Хочется купить, в обыкновенном магазине нету. И вот эта розовая вода. Народ, я не знаю, для чего это. Напишите, пожалуйста, ружу ветта. Для чего розовая вода? Протирать лицо или протирать что-то другое? Так, ну и что же я купила? Я купила 2 упаковки вот таких сушек. Упаковка меньше 2 евро стоила, то есть недорого. И вот, как говорится, будем пить чай с сушками. Старшему сыну я купила вот такой чай зелёный с жасмином. 100 грамм. Ну, конечно, да, чай такая штука. Его много не бывает. Но вот сейчас взяла вот такой. Хмели-сунели 95 центов стоят в этом магазине. Я от жадности 3 штуки взяла. И взяла ещё вот такую приправу для рыбы. Я когда показываю рыбу, как мы коптим, и показываю, что вот посыпаю, как говорится, приправой рыбной, вот такую приправу тоже красота. 95, по-моему, центов она смотрит, стоит. И здесь вот, как говорится, на всех языках написано, что это за приправа. То есть приправа, конечно, много не бывает. Ну, зачем её скупать, если вот штучку можно купить и потом купить ещё. Что я ещё купила? Тортик. Да, тортик свеженький, шоколадненький. Конечно, Мишка Косолапый. Этот тортик уйдёт на ура. Ну, и вот так переворачиваю. Я, конечно, всегда показываю, что, пожалуйста, останавливайте кадр. Гуглите. Кто-то хочет посмотреть, сколько стоит. Кто-то хочет посмотреть, откуда тортик привезён. Ну, и вот такую французскую, ой, итальянскую, прошу прощения, вкусняшку, тирамису тоже купили. Я думаю, что уйдёт она на ура. Тоже вот такая красота. Три с копейками она стоила. Ну, я думаю, что съестся она тоже с кофейком, как говорится. Будьте любезны. Потом я купила масло. Вот это масло я покупала в прошлый раз. Золото Кубани, как мне нравится. Вот действительно такое душистое масло. Потом я купила соду, перекис водорода. Ну, перекис водорода все знают. И купила йод. Йод был 8,05 евро. И здесь 5% алкоголь. Так что, конечно, вот буду мазать, если действительно на папилломы мои нужно будет мёдом мазать. Вот сколько я заплатила. Я показываю чек. Здесь наверху адрес магазина Парканонкату 29. Находится в Херванта. И, как говорится, всё, что вот я купила. Да. Сушки евро 85. Масло 5,50. Так что тут у нас ещё перекис водорода. Евро 85. Тортик 3,65. Йод 8,05. И приправы 35,30 я заплатила. Подписывайтесь, не хворайте. С вами была Оля из Тампыри. Всем физкульт привет. Пожалуйста, напишите комментарий. Если видео понравилось, поставьте палец вверх. Не хворайте.